Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помимо двухсот тысяч запчастей в «АвтоСтронг-М» есть прекрасные шины и диски как раз под сезон. Так что звоните и заказывайте. Вы долго просили, мы долго искали. Итак, встречаем оппозитный мотор Subaru объемом 3 литра и Z30D. Существует три поколения шестицилиндровых оппозитных двигателя Subaru. Если первые два мотора объемом 2,7 и 3,3 литра устанавливались на редкие купе этого японского производителя, то двигатели, которые появились в ноябре 2000 года серии EZ, устанавливались на Legacy, Tribeca и Outback. Шестицилиндровые оппозитные двигатели Subaru 3-го поколения были в двух вариантах рабочего объема 3.0 и после 2008 года 3.6 литра. Выпускались до 2019 года и были заменены на современный четырехцилиндровый оппозитный турбомотор. Двигатели серии EZ имеют легкосплавный блок, открытую рубашку охлаждения, в каждом цилиндре по четыре клапана, в каждой ГБЦ по два распредвала, гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет, а в приводе ГРМ используются две однорядные роликовые цепи. Двигатели серии EZ существуют в двух модификациях. В ранней версии не было механизма изменения высоты подъема впускных клапанов, а также механизма изменения фаз газораспределения. Эти системы появились на модернизированном двигателе в 2004 году и добавили ему мощности. С 209 лошадиных сил мощность возросла до 245 лошадиных сил. Эти двигатели можно отличить по впускному коллектору. На ранней версии он легкосплавный, а на модернизированный – пластиковый. Есть и другие отличия первого и второго варианта. Дроссельная заслонка с тросовым либо электронным сервоприводом, датчик абсолютного давления либо расходомер воздуха на модернизированном моторе. Выпускные системы имеют отличия как по конфигурации, так и по количеству лямбда зонтов. Было три, стало четыре. Также ГБЦ отличается выпускными портами. Мы будем разбирать модернизированную версию двигателя EZ30R, снятую Subaru Tribeca 2006 года. Двигатель EZ30 ценится поклонниками Subaru за высокую мощность. А вот проблем в этом двигателе хватает. Самая нередкая и дорогостоящая проблема – это пробой одной из прокладок ГБЦ. Это происходит обычно на фоне перегрева. Вот об этой проблеме и о других нюансах и эксплуатационных особенностях этого двигателя мы сегодня расскажем. Ресурс погружного бензонасоса на двигателе EZ30 весьма ограничен. При недостаточном давлении топлива двигатель неуверенно запускается и появляются рывки при разгоне. Нормальное давление топлива 2,5 бар. При полностью открытом дросселе давление поднимается до 3 бар. Корректировку производят регуляторы давления топлива. Чтобы продлить жизнь топливному насосу, надо раз в несколько лет менять или чистить фильтр на топливозаборнике. Погибающий бензонасос начинает громко жужжать после включения зажигания. Говорят, что у него дома вся посуда с алюсиловым покрытием. Итак, встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Генератор на двигателе EZ30 временами выходит из строя, при этом издает громкий гул. Можно обратить внимание на снижение напряжения зарядки до 11 вольт. Генератор можно, естественно, приобрести на разборке в автостронге по отличной цене, но можно его завести в ремонт. Обычно генератор оживает после замены диодного моста. Реже этот генератор начинает шуметь из-за износа подшипников. Гораздо чаще источником воя под капотами автомобилей Subaru может быть насос гидроусилителя. Он может вспенивать гидравлическую жидкость и выдавливать ее из расширительного бачка. Но перед тем, как он заводит, он может потечь по всем уплотнениям, то есть по сальнику вала, штуцеру, шлангу подачи, а также по прокладке датчика и даже по половинкам его корпуса. Чтобы устранить эти течи, надо заменить уплотнительные прокладки. Также, когда вы покупаете бэушный ГУР, то тоже все прокладки надо заменить, потому что старые будут твердые и не эластичные. Некоторые владельцы устанавливают радиатор для охлаждения гидравлической жидкости. Радиатор в контуре ГУР был на автомобилях, которые произведены для японского рынка. На нашем модернизированном двигателе установлен модернизированный компрессор кондиционера. На старых двигателях и на двигателях для некоторых азиатских рынков устанавливали компрессор старого образца с присутствием вот здесь датчика оборотов. Этот компрессор служит отлично, а вот в старом изнашивалась муфта, образовывался люфт и муфта требовала замены. Также он тек по штуцерам и выходил из строя датчик оборотов. В двигателе EZ30 крайне неудачные подшипники в роликах ремня навесного оборудования. В лучшем случае они могут заскрипеть в холодную погоду, а в худшем случае ролик может заклинить и оборвать посадочную втулку на кронштейне крепления компрессора кондиционера. В этом случае придется искать кронштейн кондиционера на разборке. Не забудьте позвонить в «АвтоСтронг-М». Вообще ролики навесного оборудования надо сразу же менять после появления скрипа. Дроссельная заслонка, как правило, проблем не создает. Но при появлении подозрений на подсосы воздуха надо ее снять и заменить прокладку. Под оппозитным двигателем находятся трубки системы охлаждения. При попадании на них реагентов они ржавеют и текут антифризом, что чревато перегревом двигателя. Поэтому за трубками надо следить и менять их превентивно. На двигателе EZ30R пластиковый модернизированный впускной коллектор без механизма изменения его длины, как у предшественника, у легкосплавного коллектора. С этим впускным коллектором никаких проблем не случается, в отличие от предшественника. Он мог быть причиной подсосов воздуха. На каждой ГБЦ установлены датчики положения распредвала. Если какой-то датчик выходит из строя, появляется ошибка P0340 и двигатель может заглохнуть на ходу при разгоне. После перезапуска двигатель работает с заметными вибрациями. Все симптомы пропадают после остывания датчика, а также не проявляются при спокойной езде. Форсунки на двигателях EZ30 ни в чем плохом замечены не были. Форсунки уплотняются резиновыми колечками, также внутри присутствуют конусные фильтры. Форсунки отлично чистятся, после чего двигатель едет намного бодрее. Стоит отметить, что на каждой рампе есть по регулятору давления топлива. Регулятор является слабым местом. На неисправности регуляторов указывает плохой запуск двигателя, если сразу ключ на старт. И хороший, если подержать несколько секунд зажигания, пока топливный насос накачает нужное давление в топливную рампу, а потом запускать двигатель. На неисправность регулятора указывает снижение давления топлива в рампе после остановки двигателя. Насильно изношенный регулятор еще указывает и то, что двигатель хуже тянет и дергается при переключении передач. Клапан системы вентиляции картерных газов на двигателе ЕЗА-30 обычный простой сапун с запорным шариком установлен на левой клапанной крышке. Со временем этот клапан загрязняется и, как правило, не запирается. После этого много масляных паров летят во впуск. А если этот клапан засоряется либо закупоривается, то тогда давление картерных газов стремится выйти через все уплотнения данного двигателя. Если клапан никогда не меняли, то лучше его заменить на новый. Также могут возникать подсосы воздуха под трубками, которые соединяют клапан со впускным коллектором. Теплообменник, который находится под масляным фильтром, может потечь маслом из-за потери герметичности вот этого кольца. Эта проблема легко решается, потому что теплообменник и масляный фильтр легко доступны. Катушки зажигания на двигателях EZ30 смотрят на колеса либо упираются в лонжероны. Кому как нравится. Из-за такого расположения и отсутствия каких-либо щитков, защищающих катушки, грязь и реагенты с дороги летят прямо на них. Катушки выходят из строя из-за рассыхания либо же растрескивания. Естественно, отключается один из цилиндров из-за поврежденной катушки. Многие владельцы Subaru игнорируют регламент замены свечей зажигания и доезжаются до выхода из строя одной из катушек и подергиваний при езде. Это происходит из-за незнания, потому что люди думают, что процесс замены катушек очень трудоемкий. Но при наличии подходящего инструмента катушки зажигания меняются очень легко и свечи. Это крышка, за которой находятся цепи ГРМ. Она крепится на 40 болтах. Частенько она подтекает маслом и вынуждает владельцев приезжать на СТО для переуплотнения. В приводе ГРМ используются две однорядные роликовых цепи. Их срок службы едва ли 200 тысяч километров. При замене цепей надо поменять два гидронатяжителя и семь направляющих. Также цепи на этом шестицилиндровом оппозитном моторе могут загреметь из-за бракованных гидронатяжителей, а также из-за выкручивания перепускных клапанов и снижения давления под штоком гидронатяжителя. После снятия крышки ГРМ может быть обнаружено отсутствие второпластовых деталей. Они попадают в поддон, но, как правило, никаких повреждений двигателю не наносят. На впускных распредвалах модернизированного двигателя Subaru установлены муфты изменения фазгазораспределения, которые управляются электрогидравлическими клапанами, которые находятся вот здесь. Муфты эти более удачны, чем на двигателе EJ, которые текли маслом по уплотительному кольцу. То есть они сделаны более удачно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помпа приводится одной из цепей ГРМ. Практика показывает, что хотя бы один раз на моторе EZ30, но помпу надо было поменять. Меняется помпа из-за того, что начинает течь антифризом. Хуже всего, что она течет антифризом в поддон. Поэтому чем раньше будет замечена утечка антифриза, либо же снижение уровня антифриза, тем лучше. Потому что в противном случае мотор получит повреждения по всем фронтам, либо перегреется, либо напьется антифриза с маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корец двигателя прикрывает еще одна крышка, которая держится на 45 винтах. Здесь же находится маслонасос, и мы видим уже поверхностный износ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клапанные крышки уплотняются резиновыми прокладками по одной прокладке на каждую клапанную крышку. Также есть прокладки в свечных колодцах. Естественно, со временем прокладки теряют эластичность и подтекают маслом. Клапанные крышки буквально смотрят в лонжероны, поэтому доступ к ним затруднен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Модернизированный двигатель EZ30. EZ30R имеет систему изменения высоты подъема впускных клапанов. Принцип действия такой же, как и у систем Wealtronic и iVTEC. При высокой нагрузке обеспечить большее открытие впускных клапанов. На Subaru эта система называется AVLS и имеет только две степени открытия. Кулачки впускных распредвалов имеют два профиля. Низкий и по краям высокий. Толкатели здесь тоже сдвоенные. То есть посередине, над стержнем каждого клапана, есть плунжер, который не блокируется воедино до поры до времени с толкателем. При стандартной высоте открытия впускных клапанов центральная часть кулачков давит на плунжер. И этим самым обеспечивается стандартная высота открытия клапанов. А вот боковые высокие кулачки давят на толкатели, которые в это время никакого воздействия на высоту открытия клапанов не оказывают. А вот когда в плунжер подается масло, то он штифтом блокируется с толкателем, и тогда высокие кулачки обеспечивают большую высоту подъема клапанов. Интересная особенность этих толкателей в том, что они не вращаются вокруг своей оси, когда на них нажимают кулачки. В целом система AVLS никаких проблем не создает, она надежная, но предпочитает качественное масло и замену каждые 8000 километров. Кулачки и толкатели у нас выглядят хорошо, а вот на шейках есть борозды. Двигатель EZ30 не оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому здесь надо регулировать тепловые зазоры. Вот это тарированные толкатели выпускных клапанов и даже вот эти комбинированные толкатели впускных клапанов имеют тарированную высоту, они промаркированы. Некорректные, а именно сильно уменьшенные тепловые зазоры приводят к тому, что двигатель хуже тянет, расходует больше топлива и нестабильно работает после утреннего запуска. Самая распространенная и дорогая проблема на двигателях EZ30 – это пробивание прокладки ГВЦ. ГВЦ обычно пробивает прокладку под правой ГВЦ в районе первого цилиндра, потому что правая ГВЦ более термонагружена. Считается, что из-за температуры ведет блок и гильзу, и нарушается герметичность. Затем двигатель накачивает систему охлаждения газом из цилиндров. Жидкость в расширительном бачке бурлит и ее даже выдавливают через пробку расширительного бачка. Почему так происходит? Ведь эта проблема случается даже тогда, когда система охлаждения работает полностью исправно. Есть теория, что в перегреве виноваты изношенные лямбда зонды, которые ошибочно видят слегка обогащенную топливную смесь. ЭБУ в этом случае смесь обедняет, но излишки кислорода все равно остаются в цилиндрах. Таким образом, двигатель постоянно при низких нагрузках и на холостых оборотах работает на обедненной топливо-воздушной смеси. А температура горения обедненной смеси выше, чем температура горения обогащенной смеси. Таким образом, ЭБУ из-за показаний лямбда зондов сознательно увеличивает температуру в камерах сгорания и первым сдается блок. Большинство моторов EZ30 пострадало от пробития прокладки ГБЦ при пробеге 100-150 тысяч километров. В этот интервал укладывается срок службы лямбда зондов, поэтому после устранения этой неполадки надо поменять лямбда зонды, иначе можно вскоре оказаться на СТО. В нашем случае никаких следов пробития прокладки ГБЦ нет, но присутствует нагар на впускных клапанах, что говорит о небольшом масложоре. Блок у этого двигателя алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. О состоянии небольшой нагар на донышках поршней, хон практически не виден и даже присутствуют царапины на поверхности гильз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сняли поддон и здесь мы видим очень много стружки. Также стружка присутствует и в маслозаборнике. Это все говорит о сильно изношенных вкладышах. А вот сейчас будет самое интересное. Мы располовим блок. Разбирается он самым удивительным образом. Чтобы располовинить блок, надо сначала вынять вот эти пробки. Тогда получим доступ к поршневым пальцам. Надо достать пальцы, и тогда сможем достать и поршни. Пришлось потанцевать, но мы достали три поршневых пальца из одного полублока. И это уже достаточно для того, чтобы беспрепятственно располовинить блок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, интересно, чтобы вот этот мотор отлично работал, ему подойдет масло Elf Evolution SXR900 с вязкостью 5w30. Приобретайте его только у нашего партнера компании ArmTech со скидкой 10% по промокоду STRONG. Скидка действует весь октябрь-ноябрь 2020 года. Причем не только на масла, но и на все новые запчасти в сети магазинов ArmTech. Все подробности и ссылочки в описании. Блок шестицилиндрового оппозитного двигателя располовинен. Здесь мы видим нехарактерные для него повреждения. Износ как коренных вкладышей, так и шатунных шейки коленвала тоже пострадали. Скорее всего, это случилось из-за внезапного исчезновения смазки. В остальном же мотор был в нормальном состоянии. Нет ни намека на закоксованность поршневых колец. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали шестицилиндровый оппозитный двигатель Subaru, у которого достаточно тараканов в голове. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».